После 30 лет бессмысленного и саморазрушающего существования жителям Гига-Круща, ты решаешь сделать это. Стоишь на краю балкона, смотря на туман внизу, скрывающий все, что дальше 100 метров. И прыгаешь. После 8 часов полета замечаешь странное. Людей на балконах и в окнах все меньше. А те, которые остались, выглядят все более напуганными. Спустя мгновение до тебя доносятся звуки сирены самосбора, хотя ты давно перестал бояться его. Но по всему твоему телу пробежал холодок. Через 2 часа сирена уже была отчетливо слышна. Люди в окнах теперь попадаются раз в 50 метров. На их лицах написаны ужас и отчаяние. Фасад здания начал показывать видимые знаки разрушения. Ржавчины и даже гниение. Через 2 часа сирена самосбора уже оглушительно выла со всех сторон. Людей в окнах заменили отвратительные твари, смотрящие широко открытыми глазами на проносящуюся мимо человеческую тушу. Разрушенный фасад начал чередоваться с красно-черной органической субстанцией, источающей фиолетовый дым. На этаже, где фасад здания был полностью разрушен и были видны внутренности жилого блока. Высокое, многорукое нечто пачками косило ликвидаторов, отрывая тем конечности и головы. Через час сирена смолкла. Туман приобрел фиолетовый окрас. Со всех сторон на тебя смотрели недвижимые, искаженные фигуры самосбора. Разрушенные фасады и внутренности блоков полностью покрылись красно-черной субстанцией. Начали отсутствовать некоторые этажи. Тебя начал поглощать страх неизвестности. Ты долетел до границы. Последний полуразрушенный этаж остался в километрах выше. Фиолетовый туман постепенно начал рассеиваться. Огромная, многоликая масса в многих километрах внизу была видна. Бескрайняя земля плоти. Каждую секунду на ее поверхности сменялись агонирующие монструозные лица неведомых существ. Мимо тебя пронесся огромный кусок гигагруща величиной в несколько жилых блоков. Только сейчас ты заметил, навстречу гниению летели многие этажи и даже гигасекции бесконечного хруща. Лица на поверхности пожирали их и пытались удержать свою форму, не растворившись в общей массе разложения. Прямо под тобой было оно. Оно с множеством...